Там земля переною зеленый чистый, призывает к покою под зеленью мглистый. Там меж рощ благовонных снует ветерок, их кура огибает, как райский поток. С гор Малого Кавказа устремляется к куре река Дянжачари, а по пути красавцы озера, богатый, овеянный легендами край. Его природа, его народ, его сказания стали источником поэзии великого Низами. Абу Мухаммед Ильяс Ибн Юсуф, а по месту рождения Низами Гяндживи. Гянджой назывался древнейший азербайджанский город. Стихи, да и просто время, разрушили его. По камушкам и черепкам восстанавливают теперь некоторые строения. Все, что напоминает о жизни поэта. Сохранился мавзолей Имам Заде, редкий памятник зодчества XII века и современник Низами. Минуло с тех пор немало столетий. Изменилось все. На месте Гянджи вырос новый город, Кировобад. Иной жизнью, другими заботами живут в нем люди. Но не улетучились из памяти народной мысли и слова поэта. Мира древнего древнее то, что вечно ново. Много сказано об этом, ибо это слово. Старинная рукописная пятерица. Пять поэм Низами. Шестьдесят тысяч стихотворных строк. В них жизнь родного народа, Его могучий дух, Его мудрость. Потому-то и близки они времени нашему. Вникни, мудрый, в суть растений, почвы и камней. Вникни в суть существ разумных, В суть природы всей. И в любом живом творении можешь ты открыть Главное, что и по смерти вечно будет жить. Живы герои поэм Низами. Фархад, каменотес, Дорог нам как образ Созидателя. Лейли, имиджнун, Олицетворение чистой, бескорыстной любви. Эти образы и их певец Перешагнули из века двенадцатого В век двадцатый. На улицах, площадях и скверах Кировобада Постоянно убеждаешься в этом. Восьмисотлетие Низами совпало с военной порой. И именно в те суровые годы Был воздвигнут Мавзарей в его честь. Ведь народ тем и велик, Что знает, где истоки его культуры, Чтит ее творцов.